Добрый день, дорогие друзья! 31 декабря, в самый канун Нового года, в Магнитогорске произошла трагедия. Целый подъезд многоэтажного дома был разрушен взрывом. Погибли 39 человек, среди них 6 родителей. Я, как и многие другие, уже приносил свои глубокие соболезнования. Официальной версией случившегося была и остается утечка и взрыв бытового газа. Пострадавший от взрыва дом действительно был оборудован газовыми плитами. Поэтому, казалось бы, нет никаких причин не доверять официальной версии. Однако, практически сразу после случившегося по социальным сетям поползли слухи о теракте. Эти слухи усилились после того, как на следующий день, при неясных обстоятельствах, в городе взорвалась и сгорела маршрутка. Теперь уже и многие СМИ заговорили о взрыве дома как о теракте. А в происшествии с микроавтобусом люди усмотрели операцию по задержанию террористов. Что случилось в Магнитогорске на самом деле, я на настоящий момент не знаю. Как думаете и вы? У нас нет информации и квалификации, чтобы судить об этом. Поговорить я хотел о другом. О доверии. Вот если посмотреть на рейтинги, то у власти в лице Путина все замечательно. Однако, когда от лица Путина телевизор говорит о взрыве газа, то доверия становится значительно меньше. Напоминаю, Владимир Путин прибыл сегодня в Магнитогорск, где утром произошел взрыв газа. Вот откуда берется такое расхождение? На бумаге все власти доверяют. Но когда ходят до жизни, то все ровно наоборот. Часть ответа, конечно, кроется в самом механизме опроса. Вот ловят вас, жители российской глубинки, за руку, на улице, незнакомые люди, да еще с блокнотом. Или звонят на домашний телефон с незнакомого номера и спрашивают грозным голосом. Доверяете ли вы нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину? Или не доверяете? Ну, тут любой скажет, что доверяет. От греха-то подальше. Тут скорее надо удивляться, что хоть кто-то не боится сказать правду о недоверии. А вот реальное недоверие проистекает из опыта. Ведь эта власть постоянно врет людям. Врет, когда не знает, что сказать. Когда боится честного разговора. Врет ради выгоды. Врет из-за некомпетентности и страха. Врет в мелочах и по-крупному. Врет даже, когда в этом вообще нет никакого смысла. Ну, конечно, люди легко поверили, что власти замалчивают теракт в Магнитогорске. А почему бы и не поверить? Мы все помним гибель подводной лодки Курск, захват заложников в Беслане и на мюзикле Норд-Ост. Нам врали, что делается все возможное для спасения людей. Преуменьшали количество заложников. Обманывали относительно примененного при штурме газа. Искажали количество погибших и причины их смерти. Да что там говорить. Дело дошло до того, что на выставке под патронажем духовника Путина, этого Тихона Шевкунова, даты, связанные с Курском, Бесланом и Норд-Остом, просто заклеили. Но ведь если делаются попытки замолчать крупнейшие трагедии в жизни страны, то поверить, что власти могут скрывать теракт в Магнитогорске, легче легкого. Вот и верят люди. Не потому, что есть информация о теракте, а потому, что они ждут вранья. Власть разучилась говорить с людьми и не понимает своих граждан. Ну, а народ не верит власти. Это главный вывод из трагедии в Магнитогорске. И эта информация достовернее, чем все социологические опросы. Но кроме этого, есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Бросилось в глаза резкое изменение риторики в отношении обеспеченных сограждан в контексте произошедшего в Магнитогорске. Досталось и выделившему финансовую помощь владельцу Магнитогорского медкомбината Рашникову, и досталось представившему свой самолет для перевозки пострадавшего ребенка главе Сбербанка Грефу. Бизнесменов не просто критиковали. На них вылился поток ненависти. Мол, сами жируют, у них самолеты, яхты, виллы, а помогают пострадавшим на копейки. Конечно, людей можно понять. Рашников действительно очень яркий в этом смысле персонаж. Гигантская яхта, очень дорогой личный самолет, роскошная недвижимость по всему миру, хоккейный клуб на содержании, а в его подмосковном доме 118 комнат. Вот он, когда их все обходят. Вы не ослышались. Действительно, 118. При этом Магнитогорск, где работают принадлежащие ему комбинаты, входят в десятку самых загрязненных городов страны. Поэтому, когда Рашников заявил о выделении помощи пострадавшим от взрыва дома, его слова были встречены в штыки. Ну, конечно, если у человека 118 комнат в доме, то любая сумма помощи будет казаться смехотворной. Обвинение Рашникова в недостаточном внимании к социальным проблемам Магнитогорска и в излишних тратах на себя лично справедливо. Справедливый не в юридическом, а в моральном смысле. Давайте посмотрим на проблему с другой стороны. А вот что будет в нашей стране с бизнесменом, если у него не будет яхт, не будет вилл на Лазурном берегу и не будет спортивных клубов? Если вместо этого деньги от бизнеса он будет тратить на образование, благотворительность, ну и да, на общественную деятельность. А кроме того, если он вдруг начнет предлагать ограничить коррупцию. Я вам скажу, что будет. Десять лет тюрьмы будет. Вот может быть это мне только так не повезло? Может я такой особенный? Или это вообще случайность? Да нет, к сожалению. Дмитрий Зимин, создатель Вэмпелкома, вырученный от продажи бизнеса деньги, тратил на гранты, стипендии, поддержку науки и культуры. Чем кончилось? Надо напоминать. Его фонд «Династия» признали иностранным агентом. Это не случайность, это система такая. В стране построен феодализм с сословиями, с системой кормлений, с несменяемой властью. А для феодализма характерно демонстративное потребление. Оно является маркером высокого статуса. В средние века для этого строили вычурные дворцы и носили перья на шлемах. А сейчас яхты, виллы, часы за полмиллиона долларов, как у Пескова. Знаете, что меня больше всего потрясло в ситуации с Магнитогорском? Власти отказываются расселять взорванный дом. Мол, два пострадавших подъезда снесем? Чего их сносить? Они снесены по факту. Остальные зачем расселять? Они же крепко стоят. Вот вдумайтесь, людей оставляют жить в доме, посредине которого будет дырка на месте взорвавшихся подъездов. В доме, откуда еще вчера были слышны крики о помощи, МЧС выносило десятки тел, накрытых черным целлофаном. А главное, все это происходит в стране, где у президента Путина есть 26 резиденций, некоторые из которых стоят под миллиард долларов. Где у госменеджера Сечина есть пятиэтажная квартира, не пятикомнатная, а пятиэтажная, и 90-метровая яхта, и свое охотхозяйство. А скромный вице-мэр столицы Бирюков может пойти и скупить разом девять пентхаусов в одном из самых дорогих домов. Вы же понимаете, что сделай Путин одну из своих резиденций меньше, хотя бы на пару комнат и бассейн, жителей дома в Магнитогорске легко было полностью расселить от взорванного дома. Власти врут людям, а люди перестают верить власти. Путин ради бесконечного сохранения личной власти продолжает строить феодальное государство. Демонстративное потребление чиновников и приближенных к власти бизнесменов контрастирует с бедностью населения. Все эти проблемы замалчиваются, но от этого не исчезают. Эта ситуация очень выпуклая, становится в тяжелые моменты трагедии, таких как в Магнитогорске. Если эти проблемы не вскрывать, не решать, то мы легко можем проскочить вот эту вот дискуссию о социальной справедливости и сразу перейти к вопросу, на каком столбе кого вешать. Как это уже было на самом деле в истории страны и никому опять не нужно. Смотрите мои видео и до новых встреч на канале. Всего вам самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok